Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем играть в великолепную игру под названием Айл. А я, в свою очередь, безумно рад, что наш спинозавр достиг уже весьма впечатляющих размеров. Посмотрите, какого гиганта мне, наконец-таки, удалось чудесным образом вырастить. Не без помощи, конечно, моих товарищей, их, к сожалению, сейчас в игре нету, поэтому я пока один. Нашел себе новых товарищей и двигаюсь к ним. Играю я, если что, на сервере Мезозой Сервайвал, отличный сервер. Ну и, как обычно, мы стараемся набрать 2500 лайков, и я стараюсь выпустить как можно быстрее следующую серию. Сейчас моя главная миссия — это добраться хотя бы до территории, которая принадлежит моим сородичам. Они находятся возле вышки, я, между прочим, там родился, так что это мой родной дом. Вот только смогу ли я туда добраться, пока неизвестно. А, еще, вдали наверняка вы заметили масюсенькую точку, которая все отдаляется, отдаляется, она вообще уже исчезла. Так вот, это был маленький детеныш, наверное, Корнотавра. Он настолько мелкий, что будь в игре такая возможность, я бы смог его раздавить. Раздавить, опаньки, а сзади там еще кто-то идет, но уже довольно большой. Вступать в конфликт с кем бы то ни было, пока желания нету, я еще имею не максимальный размер. Вешу всего лишь навсего каких-то жалких 4 тонны 300 килограмм. Имею скорость 30 километров в час и урон что-то около 200, ну, силы укуса. Не знаю, может быть я и справлюсь, но из-за того, что играю на спинозавре, я впервые на таком большом спинозавре. Не факт, не факт, что получится кого бы то ни было победить. Ладненько, вы все-таки видите того, кто находится спереди. Жаль, что по правилам сервера я не могу на них нападать. Будь я любым другим динозавром, я бы мог это сделать, но именно играя за спинозавра или тирекса, такой возможности, к сожалению, нет. И запись эту я решил включить, лишь потому, что есть шанс моей гибели. А потом вы будете спрашивать, куда ты делал своего спинозавра, неужто ты его опять бездарно слил? Что ж, может быть это так и будет, но зато вы это увидите. А я как бы хочу кушать уже. Может стоит отжать пищу у этих маленьких карнотавров? Я так и сделаю. Кушать именно их я не буду, но то, что они там убили на охоте. Да, посмотрите, какие малыши. Я все-таки у них отожму. Я большой, мне нужно есть, трачу много калорий. И они действительно испугались меня. Хотя, сами наверняка знают, что я не имею права ничего с ними делать. А это как бы трупик маленького... Ютораптора? Вряд ли они его убили. Да, это Ютораптор Альбинос или это не Ютораптор? Нет, это Ютораптор. Зато еда есть. Все, меня остальное не интересует. Я хочу кушать. Могли бы и остаться. Я бы с вами поделился вашей же едой. А хотя тут остались ребра. Ребра я есть не могу, а вот они как раз таки могут. А тот гигант, который спускался с горы, куда-то уже испарился. Видимо, далеко ушел. Понимаю, что со спинозавром связываться мало кто хочет. Ну куда вы, малыши, убегаете? Мы могли бы вместе с вами прогуляться. Жаль, что межвид здесь запрещен. Ну ладно, это как бы справедливое правило. Всегда должны быть на нормальном сервере правила. Ведь в природе только травоядные объединялись. Хищники уж точно не объединялись. Но всякое может быть. Так, у нас вдали заноза 512. Я не знаю, кто это. Но она движется. Нет, она не движется. Ладно, ждать занозу не буду. Сейчас моя главная задача это преодолеть этот залив. Но блин, там же возле близнецов обитают мощные диносы. Такие, например, как Рексы. Смогу ли я убежать от взрослого тираннозавра? Либо от стаи тираннозавров, либо от стаи любых других динозавров, больших и мощных. Хотя мне многие на один кусь. По идее, мой динос может ставить еще отличное кровотечение. То есть я делаю довольно болючий кусь. Делаю довольно болючий кусь. Еще и кровотечение. Но вот тираннозавр-то... Тираннозавр-то умеет еще и ноги ломать. Вот в чем дело. Да, если тираннозавр мне сломает ногу, после одного укуса будет, конечно, тяжеловато. Вообще классно так по берегу прогуливаться, никого не опасаясь. Ты знаешь, что все будет нормально. А если кого-то замечу вдали, то дам деру. Но смогу ли я убежать? Это уже не факт. Далеко-далеко не факт. Что там с размером? У меня 72%, да? Оу. Воу-воу-воу. Даже, даже смотрите-ка. Это динозавр, насколько мне известно, вырастает что-то около 9 тонн весом. Прикиньте, 9 тонн. То есть я вырос только наполовину. Опачки. А спереди-то я вижу карнотавра. И причем карнотавр этот не малыш. Он уже вроде как взрослый. Есть одна проблема, я никогда не смогу его догнать. Да, это не маленький карнотавр. Явно, явно не джувик. Вон спереди джувики сидят. По ним видно, что они совсем малые. А этот-то уже подрос. Даже не буду пытаться рыпаться. Ну приседай, не бойся меня. Я тебя не догоню. Не хочу тратить на это силы. Мне нужно попить. Сейчас меня интересует исключительно вода. А малыши все-таки паникуют. Они добежали до этого маленького пролива. И все-таки решили отдохнуть. Но они убегают дальше. Чего они меня боятся? Эх, мог бы я сказать. Малыши, я просто большой и добрый дядька. Старичок. Ничего не могу вам сделать плохого. А карнотавр взрослый патрулирует территорию и ожидает опасности. Чтобы на малышей не напали сзади. Это очень мудрый поступок с его стороны. Но я думаю, они все же не в одной пати. Скорее всего, пати этих ребят уже заполнена. И поэтому... Я не знаю. Но они же малыши. А значит, могут быть и со взрослыми. Ладно, плевать. Интересно, Ника родился-то или нет уже? Кто? Я слышу какое-то урчание. Что-то вот такое. Мало похоже на то, что было. Но был какой-то звук. Звук как... Ага. Диносы рядом. Онлайн большой. Фух. Страх. Страх меня окутывает. И одолевает. Главное просто дойти до территории спинозавров. Это гром. Фух. Хорошо. Просто в... В обществе таких же ребят, как и я. Спинозавров. Мне будет гораздо комфортнее. И не так страшно. Я как всегда, как трус, буду прятаться за их спинами. Но нет. Когда я вырасту до больших размеров, я действительно буду вступать в бой. Так или иначе. Мне уже интересно будет посражаться. Давненько я ни с кем не воевал. Ой. Похоже... Похоже, кто-то идет по мою душу. А он не имеет права нападать на меня, между прочим. Это же травоядное. Он не имеет права на меня нападать. Чувак, ты не имеешь права. Давай-ка не будем с тобой выеживаться. Просто он меня, скорее всего, забьет. Он тоже вызывает жесткое кровотечение. И как бы... Неохота. Неохота биться с ним. Если он нападет на меня первые... Я думаю, что нельзя так делать. Мы будем просто плыть рядом. Не имеешь права, чувак. Давай ты не будешь выпендриваться. Ты не имеешь права на меня нападать. Отстань. Давай-давай без этого, ну. Я был уверен... Я не стал разворачиваться. Я не стал пытаться с тобой сражаться. Отцепись от меня, чел. Что это за безобразие? Давай-давай без этого, ну. Ты травоядный, я хищник. Я к тебе не приставал. Я просто переплывал... Залив и все. Ты иди в своей дороге, я своей. Нам еще обоим нужно вырасти. И когда вырастем, тогда и столкнемся в битве. Ну а пока, каждый идет своей дорогой. Я должен отдохнуть, вообще-то. Если он на меня нападет, это бан. Я знаю, что он не хочет нападать. Уйди. Да, ты мирный. Я тоже мирный. Давай ты не будешь это. Я просто хочу отдохнуть, ну. Двигай своей дорогой, пацан. Или девушка ты. Кстати, очень красивый раскрас. Мне действительно нравится. Чего он пытается сделать? Давай. Ой, малыши бегают. Пускай бегают, развлекаются. Это травоядный. Их трогать я тоже не имею права. А вон того хищника, белого альбиноса. Я бы, возможно... Он исчез? А, он вышел из игры, наверное. Я бы, возможно, и атаковал. Посмотрите на этих милых малышей. Как они счастливы. Как они носятся. Ну, бегайте, бегайте. Я сегодня добряк. Правда, големимусов я, конечно, ненавижу. Тут спора нет. А вот на того парня я бы напал. Правда, скорее всего, он убежит. Раньше, чем я смогу до него добраться. Охотиться нужно стайно. Окружать. Загонять зверя. И убивать. Блин, ну это точно как бы... Это Рексик или это... Блин, он ушел. Попробуй догнать. А ну иди сюда. А ну иди сюда. По-моему, он еще малыш. Я не могу разобраться в их размерах. Ладно. Пускай идет своей дорогой. Я продолжаю расти. Но у меня же проблемы с едой могут быть. С такими темпами. А нет, не могут. Буду перебиваться какой-то добычей, которая осталась после других динозавров. Пока мы просто передвигаемся. Да, это место, где всегда тусит много динозавров. И надеюсь, ко мне так же будут добры, как и я добр сегодня ко всем. Надеюсь. Но это не факт. Да и для охоты я пока слабоват, так как выносливость у меня заканчивается действительно быстро. Стоит мне сделать минимальный спринт, и ее уже нету. А говорят, когда я буду размером 90%, тогда уже будут какие-то серьезные вещи. О, Ника родился. Хорошо, я рад. Наш старый добрый друг Нико. Тоже теперь спинозавр. Он как раз хотел за него поиграть. Я думаю, он доволен. Буду, буду его батей. Будем вместе ходить, будем охотиться. Надо будет его, конечно, оберегать и защищать. Кто это там бегает? Блин, мне нужно привыкнуть к размерам динозавров. Просто когда я настолько большой, я не понимаю, мелкий этот парень или большой. Очень сложно. За таких больших динозавров я еще не играл. Нужно будет поспрашивать у товарищей. Просто реально ведь не хочется обижать малышей и нарушать правила сервера. Может, я настолько огромный, что путаю малыша с немалышом? Думаю, что так, скорее всего, и есть. Ладно, почти добрался до своих родственников. Все, Ника под моей опекой. Смогу ли я его защитить? Обычно защищают меня. Ну, посмотрим. Главное добраться до вышки. А вообще, сперва, конечно, до воды не мешало бы добраться. Но там, блин, опасность. Ладно, понюхаем территорию. Посмотрим, не пометил ли ее кто. Ну, пока вроде относительно спокойно. Ночью двигаться стоит, не стоит. Ночью явно не стоит к близнецам подходить. Блин, не знаю, чем все это закончится. Просто пока двигаем. Просто пока идем. Даже звуки я никакие не издаю. Привык играть в тишине. В смысле, раньше я постоянно бегал за динозавра и кричал, визжал, орал. Это было круто. Ну, а сейчас я не распугиваю и не привлекаю внимания. Хотя, после опачки, похавать. Ну, не так уж и громко. Хотя, имея такие размеры, я, наоборот, могу распугивать. Либо привлекать рексов. Так, ну, это не еда. Это, похоже, он живой. Он живой или мертвый? Это мертвый ютка. Блин, что-то здесь много трупов ютазавров. Ютарапторов. Ютазавров. Кто их истребляет? Бедные ютарапторы. Как не стыдно. И даже после меня остается немного еды тем, кто будет идти за мной. Малышам, например. Я оставляю ребрышки. Опять же, воплощение доброты, а? Никого не убиваю. Всем оставляю покушать. Так, со спереди у нас какой-то товарищ. Что у меня по энергии? Энергия все еще не полна. Может быть, это ютка? Уж ютку маленького от взрослого я точно отличить смогу, скорее всего. Надеюсь. Да, он завидеть меня сразу прячется в деревья. Так, приятно ощущать. Приятно ощущать. Большие размеры. Мощь. Ну, все тебя боятся слишком. Это тоже не всегда круто. Правда, я думал, вчера всех рексов истребили. Там реально была бойня. Я видел, как спинозавры сражаются с рексами. Рексы сражаются с спинозаврами. Было много павших. Много раненых. Не знаю, не знаю. Все ли... Ну, много спинозавров погибло. Много рексов. Рексы хоть и долго растут, но шанс того, что они уже выросли. Новое поколение все еще есть. Посмотрим. Посмотрим. Есть ли рексы? Нет, не хочу я смотреть на рексов. У меня в голове только мысли о рексах. Серьезно. Поэтому я об этом постоянно говорю. Так, это кто у нас? Ава кричит. Ну, я не голодный. Искать ее даже не буду. А даже если бы искал, то, наверное, я не нашел. Бам она и она. Малышка. Ладно. Тебя я все-таки скушаю. Чтобы забить желудок до упора. Неизвестно, когда в следующий раз я найду пищу. Поэтому придется. Круто. Круто, круто, круто. Ну, куда ты, Ава, смотришь? Не кричи. Круто, что даже Аву я кушаю с одного укуса. Вот так. Кусь! Э! Ты че? Ты че? Ты че? Ты че? Ты че? Убегаешь? Еще и оглядываешься. Дразнишь меня. Я тебя догоню. Блин, я же вроде цапнул ее. Нужно просто камеру наклонять вниз. Иначе я попадаю челюстью куда-то не туда. Вот сейчас должно быть. Во. Нормалды. Перекусыл. И даже сегодня кого-то поймал на охоте. Это здорово. Ладно, друзья. На этом мы пока остановимся. Буду дальше двигаться к своим товарищам. К тому же наступает ночь. Ночью я не особо люблю записывать. Посмотрим, что будет утром. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы.